В этот деревянный дом в деревне Трубачевка семья Александра Круглова переехала с далёкой Камчатки в 1998-м. Жильё выбрали быстро. Основным критерием было наличие газа. После Камчатки у жены было главное условие, чтобы не было печки с дровами. Самое главное удобство – это газовое отопление, магистральный газ. Жить в таких условиях комфортно. Газовое оборудование работает исправно. При малейших нарушениях и беспокойствах можно обратиться к работникам газовой службы. Внутри сажи нет в котле. Это говорит о чём? Что у нас правильное сгорание. У Александра всё оборудование почти в норме. Небольшие погрешности специалисты исправили на месте. Посмотрел на утечки наружный внутренний газопровод, посмотрели состояние котла. Оказалось, что его необходимо почистить, мы почистили, продули. Также проверили работоспособность системы безопасности. Всё работает, убедились. Подписали документы, заключили договор. Регулярно, раз в год, специалисты газовой службы в обязательном порядке должны проводить детальную проверку всей системы. В первую очередь, оборудование необходимо регулярно проверять на утечки. На утечки природного газа это проверяется либо методом обмыливания, либо специальными приборами. Сейчас в большинстве случаев используются приборы, у которых чувствительность даже выше, чем чувствительность человеческого обоняния. Соответственно, мельчайшую утечку можно найти в достаточно короткие сроки. Очень большое внимание необходимо уделить вентиляции, как приточной, так и вытяжной. Заключение договора и своевременное обслуживание гарантируют не только исправную работу всей системы, но и безопасность жильцов, уверяют газовщики и напоминают. При любом подозрительном запахе незамедлительно вызывайте специалиста. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...